Всем привет! Я рада вас витаты на своем канале. Я стройнеющий блогер и постройнела на 57 килограммов. На своем кулинарном канале я делюсь рецептами вкусных и полезных блюд. Сегодня мы с вами приготовим легкий перекус творожно-овсяные палочки. Для этого мне понадобится одно яйцо, изюм, овсяные хлопья и творог. Я беру пачку творога, отправляю одно яйцо и перемешиваю. Если у вас есть блендер, это можно сделать и в блендере. В полученную массу я добавляю изюм и предварительно в блендере я перебила овсяные хлопья в такую практически муку. Добавляем и перемешиваем. Если вы хотите, чтобы эти палочки были более сладкие, можно добавить сахарозаменитель. Если вы хотите их сделать солеными, не надо класть сюда изюм. Можно добавить немножечко трав каких-либо ваших любимых, можно присолить немножко. Я сейчас делаю сладенькие. Очень хорошая альтернатива быстрому и полезному и вкусному перекусу. Беру пищевую пленку, выкладываю на противень. Беру немного, буквально, ну вот чтобы вы увидели, вот одну крышечку от подсолнечного масла и смазываю. В дальнейшем, чтобы не приставало. Так, все это смазано. Пока я провожу все эти манипуляции, смотрите, я взяла, набрала воды и буду макать руки и делать палочки. Такие колбасочки небольшие. Но это будут в будущем мои сырные палочки. В это время у меня духовка разогревается на 185 градусов. И я отправлю свои печенюхи, свои сырные вкуснейшие палочки в духовку. Я немножечко украшу свои сырные, а точнее творожные, творожно-овсяные палочки. Ножиком вот такие сделаю, надрезики небольшие. И сверху украшу семенами чья. Вот такие они семена чья. Вот так, для красоты. Отправляю в духовку. Для запекания мне понадобилось 40 минут. Смотрите, как они хорошо отходят от пергаментной бумаги. Вот такая краса. Вот такие сырно-овсяные палочки получились на легкий перекус. Красота. Все ингредиенты, которые были использованы для приготовления этого блюда, я, конечно же, оставлю в этом ролике в описании. И вес готового блюда составляет 212 грамм. А вас приглашаю подписаться на мой канал, поставить лайк, нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые и свежие видео. Субтитры сделал DimaTorzok